Владимир Васильевич, почему вы, художник, тратите свое время на отделку помещений? То, что вы называете отделкой помещений, я называю интерьерной живой. И это приносит мне не только удовлетворение как художника, но и позволяет проявить максимум творчества и самореализации. Как вы восприняли предложение фирмы ICI снять учебный фильм? Красками ICI я работаю уже более пяти лет. И, конечно, предложение такого крупного концерна мне очень фальстило. Какие же цели вы преследуете своим фильмом? Красками ICI я занимаюсь уже более пяти лет. И открыл для себя богатейшие возможности этого материала. Моя задача – поделиться с вами своим опытом. Концерн ICI – крупнейший производитель лакокрасочной продукции в мире. На российском рынке представлен тремя торговыми марками. Дюлакс, Хаммерайт и Купринол. Все торговые точки, продающие продукцию ICI, обеспечены колеровочными машинами, позволяющими колеровать широкую цветовую гамму красок. Моя задача – наглядно продемонстрировать характеристики продукции ICI и показать некоторые технические приемы их нанесения. Все торговые точки, продающие краски Дюлакс, обеспечены колеровочным оборудованием, предоставляемым бесплатно под объемы продаж. Колеровочная машина Дюлакс – самая точная из всех, которыми я пользовался. Очень важно, что наряду с активными колорантами имеются те, которыми можно колеровать светлые тона в малых объемах. К ним относятся колоранты T, X и R. Внизу колеровочной машины имеется миксер для смешивания красок. Как правило, придя в торговую точку, покупатель спрашивает, сколько стоит литр краски. Это неправильно. Что я имею в виду? Краски имеют связующие. Они могут быть виниловые, латексные, акриловые. Разбавитель, естественно, вода. И наполнитель. Либо мел, либо двойки с титаном. Понятно, что мел удешевляет себестоимость краски, но его невозможно изготовить с высокой степенью укрывистости. Краски премиум класса имеют наполнитель двойки с титаном. Поэтому правильнее было бы оценивать краску не в литрах, а в квадратных метрах. Таким образом, если краски Дюллс можно на стене раскатать одним литром на 16 квадратных метрах, то меловые краски только на 8. Поэтому, как правило, продавцы должны не указывать цену в литрах, а стоимость квадратного метра. Это один фактор себестоимости. Второй фактор очень важный. Насколько краска укрывистая. Если краска покрывает поверхность в один слой, то общая себестоимость квадратного метра вместе с работой будет гораздо дешевле, чем самая дешевая краска при двухслойном покрытии. Расход краски зависит не только от степени помолом наполнителя, но и от используемого инструмента. Валик с длинной ворсой в два раза менее экономичный и на поверхности оставляет так называемую шубку. Для красок дюлокс правильнее использовать велюровый валик с длиной ворсой 5-6 мм. Валик надо раскатывать на ровной плоскости, для того, чтобы тонкий слой переносить на стену или потолок. При этом, видите, я использую разную степень нажима. Промачиваю поверхность и потом с легким нажимом ее снимаю. Валик с длинной ворсой наполняет слишком большое количество краски. Слой более толстый. И вот сейчас вы видите эту так называемую шубку, о которой я говорил. Совершенно нет необходимости укрывистую краску раскатывать в длинношерстном валик. В ассортименте красок дюлокс имеется высокотехнологичное магическое белое. Изначально она имеет розовый оттенок, что помогает избежать пропусков. Однако, через 40 минут она станет белоснежной. Как видите, свойство менять цвет не повлияло на ее укрывистость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наш покупатель стал более разборчив в покраске помещений. Ему уже недостаточно обычное цветное покрытие. Он хочет, чтобы интерьер был более уютным и иногда креативным. Сейчас я покажу одну из форм покраски потолка, а иногда даже из стен в виде неба. Данная техника увеличивает пространство, глубину, и потолок может приобрести куполообразную форму. Данная техника нанесения – это обычное размывание нескольких цветов красок. В данном случае я использую три цвета. Белый – цвет, который у меня по краям облаков. Розовый. И третий компонент. Я использую базовый цвет, который была нанесена подложкой. Базовый цвет позволяет мне создать воздушность облаков. Это самое сложное. Чтобы облака были воздушными, надо, чтобы эти три цвета присутствовали в большей или меньшей степени во всей плоскости. Разумеется, цветовая гамма облаков, как и в природе, может быть самой разнообразной. Редактор субтитров А.Семкин Украсть интерьер могут не только руки мастера, но и специальный инструмент. Его использование настолько просто, доступно, что сделать это может не только маляр, но и любой человек, делающий ремонт. Техника несплошного покрытия позволяет сэкономить краску, потому что кривистая краска Дюлакс, подложка под второй слой, укрывает одним слоем, вы видите, и нет необходимости красить второй слой. При нанесении кожаным валиком, его надо хорошенько промочить краской, и затем раскатать на плоскость. Валик наносится хаотичными движениями, избегая параллельных и перпендикулярных. Расход краски при нанесении кожаным валиком составляет 30%. Таким образом, эта поверхность покрыта в 1,3 слоя. Конечно, самое распространенное нанесение красок, это валиком. Сейчас я покажу вам, какой эффект получается при покраске шпателем. При такой технике нанесения расход краски совершенно не увеличивается. Эта техника нанесения напоминает венецианскую штукатурку. С той лишь разницы, что венецианской штукатурке имеет мраморную пыль и полируется, а краски вместо воска можно покрыть перламутровым лаком. Такая многоцветная техника может использоваться для подложки при нанесении верхнего слоя губкам или кожаным валиком. Субтитры создавал DimaTorzok Одним из малораспространенных способов покраски является покраска целлофана. Для этого я расстелил целлофан на крышке стола, который использую в качестве палитры. И добавляю по конкретной небольшой дозе каждый раз четыре цвета краски. Естественно, можно манипулировать цветами сколько угодно бесконечно. Теперь я расстилаю целлофан, накладываю его на плоскость и переношу на стену. Как и в любой технике покраски, которая имеет некоторую непредсказуемость, критерием является нравится или не нравится. Прокатываю, мне нравится рисунок, я его оставляю. Не нравится, повторяю с накладкой еще раз. Теперь я демонстрирую двухкомпонентную покраску торговой марки Dioxx. Первый компонент это грунт, то есть цветная подложка под более темный лак. В данном случае я специально выбрал дверь MDF, которая была ранее покрашена, но пришла в негодность. Грунт на водной основе, но ложится по ранее покрашенным поверхностям, в том числе масляной краской. Движение кистью я наношу вдоль предполагаемой структуры дерева. Лак алкидный, при необходимости его можно развести уайтспиритом. Движение также вдоль предполагаемой структуры дерева. В данном случае у двери MDF есть вдавленная структура, и поэтому там, где слой лака толще, он будет выглядеть темнее. Это подчеркнет структуру дерева. Если бы дверь была гладкая, то тогда структура дерева имитировалась кистью. Кисть будет оставлять полосы, напоминающие шпон. при окраске двери нельзя разбрасываться из стороны в сторону, так как лак может схватываться, и чтобы избежать пятен, я беру один участок и прокрашиваю его от начала до конца. прокрашиваю сначала горизонтальные предполагаемые доски, и потом вертикальные по бокам и среднюю часть двери. Промачиваю лаком поверхность, и потом ее выравниваю уже без дополнительного нанесения лака. Для тех, кто будет красить дверь, я рекомендую вместо одного толстого слоя нанести два тонких. Второй слой поверхность выровняет. Видите, в левой руке я держу ветошь. это для того, чтобы убрать лишнюю краску с поверхности. В такой же технике замечательно раскрашиваются арки, которые в последнее время пользуются популярностью покупателей. в арсенале материалов дюлокс совершенно замечательные лаки протектив футшин для наружных и внутренних работ. Они выполнены в трех базах бесцветная, желтая и красная, с которой по определенным кодам коллируется широкий ассортимент. Так же, как и двухкомпонентные краски Brushwood, лак дюлокс, очень легкий в нанесении. При необходимости его можно разбавить white spirit. Это облегчит нанесение. Как известно, дерево имеет волокна. После нанесения бесцветного лака они поднялись и я их зачищаю абразивной шкуркой. Рядом поверхность без грунта. Мы сейчас увидим разницу, которая будет происходить после нанесения на грунтованную поверхность и на негрунтованную. опасность в том, что в первом случае на грунтованной поверхности волоса уже зачищена, а внизу она опять может подняться от нанесения лака и поверхность будет шершавая. Зачистить же цветную поверхность будет проблематично для того, чтобы не снять цвет. Поэтому я протираю деревяшку ветошью таким образом сглаживаю варсу. В дальнейшем может быть второй слой или финишное покрытие бесцветным лаком. Окраски Hammerite можно сказать, что она пожалуй самая лучшая из антикоррозивных красок которую можно наносить прямо на ржавчину. При ее использовании надо иметь ввиду, что она синтетическая. Если краска была ранее покрыта масляными и алкидными лаками, то сначала надо сделать пробу не поднимет ли Hammerite предыдущее покрытие. Вместе с краской Hammerite продается растворитель. Краска как правило наносится в два слоя. Первый слой более тонкий и второй слой наносится не позднее четырех часов. Это может быть промежуток и через полчаса, через час в зависимости от температуры. Но если краска высохла и создала пленку, то тогда ее следует проходить абразивной шкуркой, то есть мотовать. Краска при нанесении скатывается в капельки, имеет эффект молоткового железа и перламутровый оттенок. Дюлок Стрейт Даймонд Мат стирол акриловая краска для внутренних работ. Изготовлена по новой технологии, что обеспечивает в 10 раз большую прочность образующего покрытия по сравнению с обычными красками. Увеличенная прочность пленки позволяет получить матовое покрытие, которое выдерживает частую мойку с применением моющих средств. Идеально подходит для жилых и нежилых помещений с умеренной и повышенной влажностью, а также в помещении, где возможна сильная конденсация. Краску я наношу по ранее окрашенной поверхности для того, чтобы вы увидели степень ее укрывистости. Валик, которым поверхность окрашивается, имеет среднюю длину ворсы, так как поверхность рельефная. верхний слой рельефного покрытия закрасим резиновым валиком, используем. Используемая гамма цветов увеличит контраст и придаст покрытию более презентабельный вид. ворс 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 Технический прием нанесения красок Дюлокс, который вы сейчас увидите, ничем не отличается от нанесения венецианской штукатурки. Венецианская штукатурка – это известь длительного гашения с добавлением мраморной пыли. Известь вторично растворима, поэтому сверху венецианскую штукатурку покрывают воск. В данном случае краска, которой я использую технический прием для имитации мрамора, не требует покрытия воском, так как она моющаяся, а рисунок мрамора создается двумя цветами при нанесении шпателя. После высыхания краску можно заполировать шпателем, и она заблестит. Блеск не будет такой явно выраженной, как у венецианской штукатурки, но и поверхность не будет напоминать пластика. покрытие не будет иметь стыков при остановке, и допускается добавление красок в места, которые имеют дефекты при первичном нанесении. После железнения я покажу вам один из приемов нанесения трещин на мраморе. У каждого мастера есть свои излюбленные приемы. Это может быть кисть, это может быть гусиное перо. Но я покажу вам наиболее простой способ. Это обычная поролоновая губка и влажная ветошь. Поначалу трещины имеют достаточно большую толщину, но после вытирания ветошью я их буду регулировать. Венецианская штукатурка не имеет базы Extra Deep, из которой сделан черный цвет из заколированной краски Dioxx. поэтому такого контраста сделать мрамор из венецианской штукатурки невозможно. Но самое главное, или одно из главных, то что себестоимость данного покрытия незначительно превышает себестоимость покраски стен обычной краски. краски Dioxx используются для окрашивания обоев под покраску или реставрации ранее наклеенных уже окрашенных обоев. Обои под покраску могут также как и рельеф окрашиваться двумя цветами. Сейчас я показываю, как можно перекрасить уже готовые обои под интерьер или заменить надоевший цвет. В данном примере это не демонстрация краски. это скорее использование технического приема. При окрашивании кожаным валиком надо иметь в виду, что окрашиваемая поверхность имеет ограниченную длину, если валик прокатываем вертикально. я постараюсь показать, как я это делаю, чтобы не были заметны стыки. Сейчас мы прокрасили от начала до конца. И вот она накладка, практически незаметна. Движения валика могут быть также и во встречном направлении. Мы находимся рядом с компьютерным салоном Сани, окрашенным более 5 лет фасадной краской Дюлакс. Краска наносится на бетонные, кирпичные, оштукатуренные и деревянные поверхности в любых климатических зонах. Содержит фунгицидные и альгицидные добавки, предотвращающие рост плесени и грибка. Выдерживает косые дожди уже через 30 минут после нанесения. Не боится прямых солнечных лучей, не выгорает и ее долговечность составляет более 15 лет. Сдача объекта, который вы сейчас видите, запланирована на весну следующего года. Это значит, что внутренняя отделка будет производиться зимой. И строители для просушки штукатурки и шпаклевки будут использовать тепловые пушки. Как известно, природа трещин – это разная степень влажности между верхним и нижним слоем покрытия. Дюлакс Трейд Супермат – это краска, которую можно наносить по еще не высохшей поверхности. Она также может использоваться в качестве грунтовочного слоя. При этом на 3 литра краски можно добавить литр воды. Для финишного покрытия Дюлакс Супермат можно разводить на 5 литров краски, добавив 1 литр воды. Настало время подвести итог нашей работе и напомнить вам о трех основных факторах, влияющих на покраску. Это долговечность, экономичность и внешний вид. Долговечность – это не только качество краски. Это и правильная технология ее нанесения. Экономичность, как мы выяснили, это не себестоимость 1 литра краски, а стоимость квадратного метра, который слагается из материала, который мы используем, инструмента и количество слоев. Внешний вид – это те технические приемы и инструменты, которые мы демонстрировали в процессе работы. И помните, не краски красит человека, а человек краски. Музыка Субтитры подогнал «Симон»